А ведь ты знаешь, я ведь ни разу в жизни не голосовал на выборах. В этом нет ничего удивительного. Самая большая печаль, которая произошла за 24 года в политике, это то, что народные избранники перестали быть народными. Степень доверия к ним, увы, близко к нулю. Обманывают нас, кто как может или желают обмануть. В это предание уже верится с трудом. До середины 2000-х съемки на сессиях законодательного собрания или горсовета были услады для журналистской души. Всегда жаркие споры, в которых рождалась или не рождалась истина. Жесткое противостояние законодательной и исполнительной власти. Александр Иванович, 4 года эпоха ваша. Все продаем, продаем, выгодно, невыгодно, продаем, продаем. Но когда вы будете Иваном Калитой? Я совершенно согласен с нашим губернатором, когда он по телевидению сказал, что вопрос вонючий. Он действительно вонючий и очень сильно из-под дверей администрации пахнет. Ты понимаешь, в чем разница между тем, что было и что есть, да, если говорить? Тогда приходили люди и каждый, кто спрашивал, кто же депутат? Они абсолютно отвечали, потому что этот депутат, он не просто пришел мелким лавочником, да, имея, как некоторые депутаты, там, один открыл солярий и сегодня он предприниматель. Тогда были люди, за спиной которого был опыт, были знания и была биография. То же было и с первыми лицами, которые, помимо прочего, были гораздо ближе к народу. И спеть могли, и сплясать с электоратом, да и выпить, закусить. Ну а в гневе иной раз от души припечатать провинившихся не всегда нормативным словом. Если Краснодар попытается поднять тарифы, я покажу Краснодару Кузькину мать. Так себя уже кидалы не ведут, как ведут себя наши чиновники. Приходит какой-то юный козлик и говорит, а я не могу, у меня в Новосибирске коммерческая тайна. Пошел ты к *** матери, тоже зафиксируйте. И с особо... Ой, блядь, какой *** у меня, какой пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой ты ***, блядь. А как проходили выборы? Это сейчас кандидатуры тех, кто будет там наверху, выбираются задолго до процесса голосования. Путем соглашений или не соглашений партии или финансовых группировок. А раньше-то борьба была не щадя живота своего. Все удивляются, а что вот за заксобрание такое стало? Так а ты кнопку-то, или не кнопку, а пришел голосовать, ты ж смотри, за кого ты пришел-то? Жириновского здесь не будет, партии КПРФ здесь не будут. Будут представители те, которые сидят здесь и вас смешат, а потом вы удивляетесь. Ну и депутаты. Так это вы у себя спросите, за кого голосуете. За последние 24 года в нашем крае сменилось 6 губернаторов, ну а город поменял 4 мэров. Мы решили узнать у красноярцев, чем конкретно им запомнились первые лица и запомнились ли вообще. Наш киношкол, о, вот его бы вернули опять бы. Чем вам запомнился больше? Монтанами своими. Ну, предшественник Акбулатова. Я просто работал в отряде, поэтому я его знаю. Акбулатов, который наш предыдущий мэр. Как зовут? Ой, трудный хам. По-моему, по строительству что-то. При нем только упала стенка на свободном и придавила людей. Наверное, мэр может быть новый. Имя, фамилию? Еременко, кажется, фамилия, а имя, отчество не знаю. Еременко, ну я не знаю имя, отчество. Не, ну УС это мы знаем. Это же УС, это не УС, это кто? Это этот, Хлопоша. Сделал, скажем так, определенный шаг в истории Краснорского края, о чем я думаю, что никто не жалеет. Я был маленький и почему-то по новостям очень часто говорили, Хлопонин, 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 Хлопонин сделал то, Хлопонин уехал в Краснодар. Ой, это Кузнецов, по-моему. Называть не помню, не помню. А он кем был? Тоже мэром. Да это вы всех мэров собрали. Тоже не знаю, как зовут, но знаю, что его во Франции потом обворовали, кучу денег у него вынесли. Нет, приблизительно даже не помню. Давайте дальше. Ну вот Новосибирец, тоже не знаю, как зовут, отметился скандалом с повышением зарплат. Тоже мэр, тоже ничем, вообще ничем, вообще. Это Толоконский, из Новосибирска. Тоже все было плохо после него. На такой беспросветной ноте заканчивать не хочется. Тем более у нас же праздничный проект, а потому сейчас песня, которая, как известно, нам строить и жить помогает. Где-то есть город, в котором тепло. Наше далекое детство там прошло. Наталья Кичина, Антон Моцкус, Виталий Субботин. Молосибирск. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ